Так, будем обсуждать нервную систему в нервной системе, то есть в головном мозге. Есть такая структура промежуточный мозг. Промежуточный мозг состоит из гипоталамуса, таламуса, и там еще есть эпиталамус, он шишковидная железа, он не обсуждается для ЦТ, и гипоталамус является таким счетчиком. То есть гипоталамус, можете сразу запоминать, это участок промежуточного мозга, который является счетчиком, он основной командир. Этот гипоталамус дает команду гипофизу, а гипофиз дает команды другим железам. Железы начинают что-то делать, и в результате того, что они там делают, появляются какие-то результаты, которые фиксируются к гипоталамусу. И гипоталамус говорит, либо да, все окей, либо надо что-то исправить, пошел опять круг. Так, поставьте плюсик, кто плюс-минус что-то понял. То есть это общая схема, как происходит контроль. Ну, к примеру, вы скушали чего-нибудь солененького, и гипоталамус зафиксировал, что вот появилось излишек соли. И вы начинаете чувствовать жажду, допустим. Значит, что он сделает? Он, скажем, даст команду гипофизу, гипофиз выделит дренокортикотропный гормон, вернее, он уменьшит количество дренокортикотропного гормона, чтобы тот повлиял на, скажем, чтобы меньше было альдестерона в перспективе, и в плане вазопресина тоже уменьшить его количество, чтобы больше ушло, чтобы человек попил, и больше ушло воды, и больше ушло соли, чтобы восстановить баланс. То есть сейчас мы эти все штуки будем детально изучать. Общая схема, что есть мозг, который фиксирует, все считает, и он это делает не напрямую, допустим, к щитовидной, вот щитовидная железа есть, и мозг не командует напрямую щитовидной железой. Он командует гипофизом, а гипофиз командует щитовидной железой. Понятно? Это как в армии, да? Командир батальона командует командиром роты, командир роты командует командирами взводов, а взводные будут командовать своими рядовыми. И ротный, он не будет отдавать команду обычному рядовому. Вот, он будет командовать, отдавать команды ниже. Все, ладно, поехали дальше. Итак, давайте с простого начнем. Щитовидная железа. Гормон Т3 и Т4. Тироксин и триодтиранин. Тироксин. Так, наоборот. Триодтиранин, который является активной формой. И тироксин. Во своей природе они являются аминокислотами. Эти гормоны, они стимулируют энергиотический обмен. Вот так вот возьмем. Обмен. Анализы на эти гормоны. Да. Да. Чаще всего ты сдаешь анализы не на триодтиранин и тироксин, а на ТТГ, тиреотропный гормон гипофиза, который иногда люди комплексно сдают. Ладно, поговорим еще про это. Так. При ее тиранин щитовидная железа влияет вообще на все. То есть энергетический обмен. Они могут повысить, то есть усиливают расщепление углеводов, повышают частоту сердечных сокращений, усиливают мозговую активность. Вот на это все влияет. То есть стимулирует энергетический обмен. Мы чуть-чуть позже вспомним, что такое энергетический, что такое пластический обмен. Можете поставить плюсики, кому нужно прямо сейчас вспомнить, что такое энергетический и пластический обмен. Есть вот такие, что надо немножко? Ладно, давайте вот прямо сейчас чуть-чуть вспомним, что такое энергетический, что такое пластический. И мы будем обсуждать. Энергетически это катаболизм, это сжигание, это расщепление веществ, расщепление, это выделение энергии, то есть когда у нас идет аэробное дыхание и за счет этого аэробного дыхания образуется СО2, вода и энергия. Это катаболизм, энергетический обмен, еще могут написать диссимиляция. И мы здесь, обсуждая гормоны, будем говорить, что вот этот гормон, на какой он обмен влияет, на энергетический или на пластический, поэтому и пишем это. Пластический – это анаболизм, это синтез, это затраты энергии на этот синтез, это ассимиляция. Когда говорится синтез, вы должны понимать, что в результате синтеза берутся какие-то маленькие соединения и синтезируются большие. Допустим, будем обсуждать, что инсулин запускает, стимулирует пластический обмен, он стимулирует превращение, синтез гликогена из глюкозы. То есть глюкоза – это мономер, а гликоген – это большой полимер. Анаболизм и анаэробное дыхание – это не одно и то же, потому что анаболизм – это синтез, а анаэробное дыхание – это тоже расщепление. Анаэробное дыхание – что такое анаэробное дыхание? Это когда кислорода нет, глюкоза расщепляется до двух молекул первовиноградной кислоты и образуются две молекулы АТФ. Первовиноградная кислота потом просто превратится, допустим, в молочную кислоту, и это назовут молочнокислым брожением, которое будет происходить в мышцах при нехватке кислорода, допустим. Так, значит, тут разобрались, что делает тероксин. Стимулирует обмен веществ, влияет вообще много на чего, много на что. Дальше пойдем. Давайте напишем надпочечники. Надпочечники. Надпочечники имеют мозговое и корковое вещество. Значит, вот кругленькие нарисуем. Мозговое вещество внутри, корковое вещество снаружи. Значит, мозговое вещество – гормон адреналин. Адреналин и норадреналин. Адреналин, норадреналин – стимуляция тоже энергетического обмена. Энергетического обмена. И кроме стимуляции энергетического обмена, ну, то есть такое обобщенное понятие, плюс мы понимаем учащение сердцебиения, учащение дыхания, повышение давления. Для чего это все нужно? Это все нужно, чтобы тебя не съелся без зуба тигр. Понятно? То есть адреналин выделился, и чтобы ты мог бежать... Ну, вообще, если посмотреть на человека, то человек родился как какая-то вкусняшка для саблезубых тигров. Что это? Нет никакой шерсти. Ну, такой, понимаете, безобидный товарищ, зубов агрессивных никаких нету, да? Понимаете, человек внешне выглядит как какая-то вкусняшка для всяких там диких животных. Но благодаря своему мозгу он там придумал какой-то кортик сделать, там еще что-то, да? И только за счет этого смог защищаться и, видите, побеждать других. Поэтому мозги надо прокачивать. Они вот... Наша фишка людская в мозгах. Так. Корковое вещество надпочечников. Обсудим его теперь. Здесь есть два варианта... Так, адреналин, кстати, это тоже аминокислота. Аминокислота по природе. А вот корковое вещество надпочечников это стероиды. Стероиды, стероидные гормоны, а они липиды по природе. Липиды, если мы берем, есть триглицериды, фосфолипиды, воски, стероиды и терпены. Терпены – это всякие эфирные масла, витамин А, Е, хлорофилл, витамин... Ну, вот это. Это терпены. Там группы терпенов есть очень много разных. Вот все, что непонятно, вот скидывается туда. Стероиды – это производные холестерина. Они все синтезируются, все эти гормоны синтезируются из холестерина. И есть минералы... Давайте я пробел поставлю. Кортикоиды. И вы, по идее, должны догадаться, что минералы-кортикоиды они будут регулировать вот на солевой обмен. А кортикоиды – это значит, что они выделяются корковым веществом надпочечников. То есть в самом слове записано, где выделяется и что делает. И это гормон альдостерон. И есть глюкокортикоиды. Это кортизол. Один только запишу. Кортизол. Хватит пока. Альдостерон и кортизол. Соответственно, регулирует водно-солевой обмен минералы-кортикоиды, а глюкокортикоиды регулируют весь остальной обмен веществ. Углеводы, жиры, белки и все такое. У них очень много функций. И в плане влияния, на какой обмен они больше влияют, больше на пластический обмен влияет кортизол. Иногда его называют гормоном стресса антагонизм дофамина. То есть... Ну, это тоже дополнительно потом пообсуждаем эту штучку. Так. Вот мы видим надпочечник, кортизол, альдостерон, вот эти гормончики. Все ли здесь, пока понятно. Поставьте плюсики, если готовы двигаться дальше. Я потом обобщу, табличку сделаю, еще раз напишу. Я просто по порядку это все дело рассказываю, потом без лишнего какая-то таблица будет, чтобы вам упростить. Так. Поджелудочная железа. Поджелудочная железа это железа смешанной секреции в наружную среду... Вернуть на секунду. Давайте. В наружную среду поджелудочная железа выделяет ферменты в 12-перстную кишку, чтобы переваривать все, что можно переварить. Белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты. Все это переваривается ферментами поджелудочной железы. Это все дело выделяется в 12-перстную кишку. Это первое дело тонкого кишечника. Так, все, посмотрели. Давайте поговорим про эндокринную функцию поджелудочной железы. есть такие островки островки Лангерганса. Так, вот это поджелудочная железа. Островок Ларгенганса. Вот я нарисовал островок Ларгенганса. И у него есть клетки А, Б, и угадайте, какая следующая? Д. Вот, прикол, да? А, Б, С, нет, Д пускай будет. Это чтобы С искали, думали, где С делать. Про топор помните с прошлого года, да? Ну, да, это хорошо, что запомнили насчет топора и двенадцатиперстную кишку. Аня говорит, телетел один раз топор. Да, двенадцатиперстная кишка просто это вообще жестко. Понимаете, когда люди сдают экзамен по анатомии и на экзамене говорят, что проток двенадцатиперстной кишки, ой, проток поджелудочной железы открывается в желудок, там просто все. Мне с тобой разговаривать, чувак, или девушка не о чем. Просто никаких дополнительных вопросов больше не будет, не важно, что ты там знаешь, до свидоса. удаление щата. Не, Лера, это речь идет про студентов медицинского, которые на втором курсе зимой сдают сессию, и вот ответ, что двенадцатиперстная, вернее, проток поджелудочный открывается в желудок, это сразу до свидания, вот просто. Ну и это если или топор. Второй курс, это жестко. Как будто Вера там училась. Поехали дальше, согласен. Так, А, Б, Д клетки. Давайте, вот, А, Б, Д. Б клетки выделяют инсулин. Что делает инсулин? Инсулин стимулирует пластический обмен. Пластический обмен. Как он стимулирует этот пластический обмен? Он букву А пропустил. Допустим, вот есть клетка. Будем вспоминать, что есть ядро какое-нибудь нарисую, там, хромосомки плавают в этом ядре, да, какая-нибудь рибосома нарисуем. Вот это канал для глюкозы, и тут какой-нибудь олигосахарид, рецептор к инсулину торчит. Вы помните, есть такой гликокаликс, который состоит из олигосахаридов, выполняет рецепторную функцию, вот это рецептор к инсулину, допустим, и большое количество глюкозы плавает в этом, в крови. Приходит инсулин. Инсулин – это белок. Связывается с этим рецептором и открывается канал, и глюкоза с помощью облегченной диффузии попадает в клетку, и из этих всех глюкоз синтезируется гликоген. Так как инсулин стимулирует пластический обмен, он стимулирует не только синтез гликогена, но и синтез жиров. Допустим, если взять повышенный уровень сахара в крови, из-за чего он часто бывает. Есть инсулин, есть два вида сахарного диабета. Это сахарный диабет первого и второго типа. Сахарный диабет первого типа связан с недостатком инсулина. Допустим, заболевание поджелудочной железы, которое, допустим, убило B-клетки, частично убило или полностью, что привело к недостаточности инсулина. Когда инсулина нет, и такие люди, они худые, потому что пластический обмен не стимулируется. Ну, логично. Это сахарный диабет первого типа, когда нет инсулина. Сахарный диабет второго типа, там инсулин есть, значит, пластический обмен стимулируется, но уровень глюкозы высокий в крови по той причине, что вот рецептор вот этот, он поломался и он не открывает эти каналы и глюкоза не попадает вовнутрь. Но она есть и обходными путями она начинает превращаться в жиры. И такие люди начинают набирать вес. Так, поставьте плюсики и тут врубается, если честно, очень интересная штука, что единственный выход это диета. Ладно, не будем там дальше залазить. Насчет инсулина понятно, что делает инсулин, что он активирует пластический обмен, стимулирует превращение глюкозы в гликоген. А клетки выделяют глюкогон. Глюкогон. Глюкогон, он стимулирует энергетический обмен. Энергетический обмен. Как и адреналин, как и тироксин стимулирует энергетический обмен. Но влияет только на глюкоген, глюкоген расщепляется до глюкозы. Поставьте плюсик, все ли вам понятно, когда я говорю, что вот этот гормон влияет на энергетический обмен, а этот на пластический обмен. Общая картинка сразу же так, все понятно. А уже остальное будет такая конкретика. здесь соматостатин. Это антагониз соматотропина. Соматотропин выделяется... Соматотропин это гормон рост, он выделяется гипофизом. Сейчас мы поговорим про гипофиз. А соматостатин он нужен для того, чтобы вы не были большими, как береза. Понятно? Чтобы не росли здоровыми, как дуб, как елка, как деревья. Для этого нужен соматостатин. Созвучно статин и остановить. Статин остановить. Сомато тело. Сома это тело. То есть остановить тело, остановить рост этого тела. А соматотропин это гормон рост. Сейчас мы будем говорить про гипофиз. Это мы поговорили про поджелудочную железу, а сейчас будем говорить про гипофиз. Все, это я в общем стираю. Или вернуть. Останавливает рост. Какой обмен у соматостатина. Давайте просто запомните, что он останавливает рост. Тут больше будет про стимуляцию энергетического обмена. все гормоны поджелудочной железы и белки. Состав инсулина входит цинк. Когда будете изучать про макро-микроэлементы, инсулин содержат цинк. Вот желудочная железа, все гормоны и белки. У гипофиза тоже все гормоны и белки. Если вы какие-то детальки забудете, то решая тесты, они у вас всплывут и вы доучите. Вы можете не с первого раза это все запомнить. Я даже не рассчитываю, что вы с первого раза все это запомните. Со второй, с третьей, с четвертой попытки у вас каждый раз будет в голове что-то новенькое откладываться и создастся объем информации, который достаточен, чтобы написать на 90-95+. Белки это поджелудочная железа и гипофиз. Потому что надпочечники это стероиды и аминокислоты, щитовидная железа аминокислоты. Пожалуйста. Так, гипофиз. Гипофиз. Давайте в гипофиз залезем. Даша. Спасибо, Даша. Давайте дальше. Все готово. Все ждем. Так, гипофиз. Главное с ним не переборщить сейчас чуток. Мы его разделим так. То есть есть задняя доля гипофиза. Задняя доля называется нейрогипофиз. Есть аденогипофиз. И аденогипофиз это средняя доля плюс передняя доля. Так. Хоп. Задняя доля это нейрогипофиз. А аденогипофиз это средняя доля плюс передняя доля. Вот он весь гипофиз. Да, в надпочечниках еще есть сетчатое вещество между мозговым и корковым и там половые гормоны. Но в ЦТ про них особо ничего не спрашивают. Мы потом как-нибудь дополнительно все выучим и будем обсуждать дополнительные вещи. Хорошо? Ну, то есть тестостерон, эстроген, они тоже надпочечниками образуются. И в щитовидной железе есть кальцитонин и есть вилочковая железа, но регулирует парад гормон. Есть пара щитовидной железы. Мы так, в общем, есть пара щитовидной железы и в щитовидной железе есть еще гормоны, которые выделяют и регулируют фосфорный и кальциевый обмен. Но мы про них поговорим позже, окей? То есть мы не все обсудили с вами в плане гормонов, но какой-то минимум надо вам дать, чтобы вы начали тесты решать, чтобы про парад гормонов, кальцитонин ничего не встретить в ЦТ пока что. по крайней мере, намеков нет на это. Так, значит, помните, мы начинали с того, что вот есть такой гипоталамус, это промежуточный мозг, гипоталамус. и этот гипоталамус, он отдает команды аденогипофизу, а в плане задней доли он делает еще лучше. Он синтезирует синтез окситоцин и вазопресин, смотрите, гипоталамус синтезирует окситоцин и вазопресин, этот окситоцин и вазопресин попадают в заднюю долю гипофиза и тут он накапливается и при необходимости выделяется кровь. Когда это нужно? Окситоцин стимулирует родовую деятельность, вазопресин это антидиуретический гормон. Давайте мы пока обсудим Валерия Быстренкова да, можно в 30 минут идти досмотреть что-то в записи порешаешь тестики. Так, окситоцин вазопресин самое главное обратите внимание это прям очень сильно любят в ЦТ спрашивать где он синтезируется что он не синтезируется в задней доле гипофиза он синтезируется гипоталамусом накапливается в гипофизе и выделяется кровь в кровь задней доли гипофиза когда это необходимо вот здесь стрелку можно нарисовать что тоже выделяет всякие штучки которые влияют на аденогипофиз там релизинг всякие эти гормоны мы их обсуждать с вами не будем про них не спрашивают короче гипоталамус еще выделяет всякие штучки которые влияют на аденогипофиз мы их не учим мы просто ставим стрелочку что вот он управляет аденогипофизом и стимулирует вот все гормоны аденогипофиза они тропные они стимулирующие окей и что это за стимулирующие меланоцит стимулирующий гормон он находится выделяется средней долей меланоцит стимулирующий гормон синтезируется и выделяется синтезируется средней долей гипофиза он действует на меланоциты вы уже решили тест по коже разобрали коже вы знаете, где находятся меланоциты. Знаете? Знаете. Правильно? Правильно. Теперь обсуждаем тропные гормоны. Тропные, значит, стимулирующие. Ну, первое, может, не первое, какая разница, какой порядок. Саматотропин. Саматотропин гормон ростом. Тропин, значит, в общем, стимулирует рост. ПТГ или тиреотропный гормон, стимулирующий тавидную железу. По названию понятно, что он стимулирует щитовидную железу? Надеюсь, что да, что понятно. АКТГ адренокортикотропный гормон стимулирует, как вы догадались, надпочечники. Догадались, что надпочечники стимулируют? ПРЛ можем написать пролактин. что будет стимулировать? Лактацию. Кстати, является тоже гормоном стресса, который пролактин. Пролактин. Он может, высокий уровень пролактина может влиять на гонадотропные гормоны. пролактин. ФЛГ и ФСГ. И, допустим, у девушек нарушать менструальный цикл. Может удлиняться месячный цикл из-за этого. Могут быть вопросы в плане беременности. Короче, из-за стресса высокий пролактин. Пролактин влияет на ФСГ и ЛГ. Из-за этого может отсутствовать овуляция. Отсутствует овуляция, и люди могут иметь проблемы с беременностью, допустим. До свидания, Валерия. То есть, пролактин это не только про лактацию, в принципе, но вам достаточно про лактацию понимать. Гонадотропные гормоны, их особо как-то так и не обсуждают в ЦТ, просто что вот они есть. Яна, до свидания. Так, тут пишу, здесь все понятно? Давайте так. Тиреотропный гормон стимулирует щитовидную железу. Адренокортикотропный гормон командует надпочечниками через адренокортикотропный гормон. Пролактин командует молочными железами, вернее, аденогипофиз командует молочными железами через пролактин. Гонадотропный гормон командует половой системой через фолликулостимулирующие гормоны инонизирующие гормоны и регулирует месячный цикл там и образование половых лет тесты вот чтобы решать тесты давайте еще сделаем табличку по этим железом и распишем недостаточность под название голова пухнет так быть еще чуть-чуть и тесты окей там тестов блин там всем вопросов по моему совсем чуть-чуть давайте поставьте плюсики кто готов сделать последний рывок просто последний рывок нейрогипофиз окситоцин окситоцин и ваза прессин окситоцин это сокращение гладкой мускулатуры матки и из неожиданного это запуск лактации за запуск лактации я не буду там дополнительные какие-то сверх штуки сверх ct рассказывать но про запуск лактации есть ct могут спросить стимулирует выделение молока не только пролактин но и окситоцин тоже ваза прессин анти диуретический гормон экономия воды так понятно реабсорбция то есть усиливает реабсорбцию воды значит недостаточность недостаточность колонка слабость рот деятельности а ваза прессин будет называться несахарный диабет как он будет выглядеть несахарный диабет вы можете себе представить если первичной мочи 180 литров и тут вдруг возникает недостаточность ваза прессина который должен сделать так чтобы 179 литров реабсорбировались назад да даже если упадет незначительное количество 5 литров это уже много правильно не са это х должно быть тут не сахарный диабет и сахарный это не сахарный значит поджелудочная поджелудочная железа мы возьмем инсулин инсулин что недостаточность 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 мы берем сахарный диабет и на этом хватит вот берем щитовидную железу щитовидная железа берем тероксин допустим есть недостаточность и прикиньте есть избыточность избыточность давайте сразу с избыточностью обращаю ваше внимание на вот эту букву b избыточность и запоминаем избыточность это зоб базедова болезнь б б б б так тыкните плюсик если вы вот не перепутаете уже никогда что зоб базедова болезнь избыточность это произбыточность б б б б б б б б б потому что видите недостаточность нету этой буквы b прикол в том что и там и там щитовидная железа будет увеличена но здесь при недостаточности происходит ее отек отек который называется миксидема а если она была в детском возрасте это миксидема и длилась достаточно долго то это приводит к кретинизму кретинизму то есть и там и там щитовидная железа большая но избыточность это зоб базедова болезнь а недостаточность это отек миксидема кретинизм надпочечники мозговое вещество так ладно давайте возьмем вазу корковое вещество беру надпочечников и беру недостаточность недостаточность надпочечник надпочечниковая недостаточность будет приводить к бронзовой болезни Бронзовая болезнь или болезнь Аддисона. Она может быть рукотворная. Допустим, кто-то ел большое количество гормонов или принимался лечебной целью гормоны стероидные. Отмена резко этих гормонов может привести к недостаточности. Надпочечники стали меньше в результате вырабатывать своих собственных гормонов. И когда отменили в таблетках, возникла синдром отмены, бронзовая болезнь. Все понятно. Это не такое, что редкое. Это прям часто. И избыточность бывает при всяких раковых штуках надпочечников. Если какой-то метастаз попал в надпочечник, и этот метастаз продуцирует гормоны, тогда это будет болезнь Кушинга называть. И если кто-то смотрит какие-то сериальчики, типа «Доктор Хаус» и все такое, там часто можно слышать «Кушинг», «Кушинг» и все такое. Не будем писать, потому что в ЦТ не обращают на эти вещи внимания. Вот на бронзовую болезнь обращают. Это недостаточность. И смотрите, просто обобщаю, что корковое вещество даже не называет всего остального. Ну что, не так уже и сложно? Давайте откроете тестик, решите. Сразу седьмой, восьмой вариант решаете. Все самые непонятные вопросики скидываете. Обращайте внимание, кто парный, кто не парный. Надпочечники парные, щитовидка не парная, гипофиз не парный. Как ответ записывать? Смотрите, например. Как, например, писать ответ? Нет. То есть там чисто на внимательность сложности вы особо не встретите. Все, погнали. Где там гормоны? Седьмой вариант. Если решите там близко к максимальному, решаете сразу восьмой вариант. Вопросиков. Двенадцать. Все-таки двенадцать. Я думал семь. Их двенадцать. Ну ничего. Справить. Утверждение верное в отношении эндокринной системы. Сразу будем смотреть. А, Г вроде бы понятно. И вот Д почему-то. Гиперфункция щитовидной железы у взрослых приводит к развитию миксидемы. Только миксидема – это недостаточность. Гипер – это много. А миксидема – это недостаточность. Гипер – это избыточность. А избыточность – это зоб. Так? Так. С другой стороны зайдем. Б. Окситоцин и вазопресин синтезируются в гипоталамусе. Ну, да. Говорили же про это. Говорили. Акцент делал, что синтезируется. А задняя доля гипофиза их только накапливает. Три признака, верно характеризующие – адреналин. Он – аминокислота. Адреналин – аминокислота. То есть не стероид. Потому что адреналин выделяется мозговым, а не корковым веществом надпочечника. Мозговое вещество надпочечника, оно вообще даже, не поверите, из эктодермы развивается. Потому что оно как производное нервной ткани. То есть вот, короче, мозговое вещество надпочечника, оно из нервной трубки развивается, как нервная система. Понятно? Вот можете плюсик поставить. Это такое даже, вот, больше олимпиадная даже фишка. Это не подходит. Гипертензия – это повышенное давление. Избыточная выработка называется гипертензия. Вот написали бы еще феохромоцитома. Было бы прикольно. Феохромоцитома. Феохромоцитома – это опухоль надпочечников, при которой появляется избыточная выработка адреналина, которая, собственно, и будет появляться артериальной гипертензией, то есть повышенным давлением. И оно резко может возникать. Укажите утверждение, верное в отношении эндокринной системы человека. Тут у нас БГ было. Вот вы почему-то выбрали. Адренокортикотропный гормон обеспечивает рост молочных желез, образование молока после родов. Это пролактин. Адренокортикотропный влияет на надпочечники. А пролактин влияет на то, что здесь написано. Плюсик, если это понятно. Окситоцин и вазопресин синтезируются в гипоталамусе. Тоже делал акцент, что в задней доле гипофиза ничего не синтезируется, что синтезируется в гипоталамусе окситоцин и вазопресин, а накапливаются в гипофизе. Так, пока все. Акцент и миозин – это белки в миофибрилах. Амилаза – это фермент, отвечающий за расщепление углеводов. Гликоген – это полисахарид. Альбумин – это транспортный белок плазмы крови. Альдостерон – гормон коры надпочечников. Ну, можно было бы что-то выбрать. Не знаю, вот белок сократительных волокон мышц – это миозин. Гормон коркового слоя парных желез коркового слоя. Потому что тут есть еще гормон желез внутренней секреции, влияющий на процессы обмена веществ. Шестой не подходит. Почему? Потому что на процессы обмена веществ влияет кортизол. Альдостерон влияет на минеральный обмен, но он выделяется корковым слоем. В принципе, как и кортизол тоже. Поэтому мы выберем все-таки два. То есть здесь этот вопрос, он находится больше из-за альдостерона в этом тесте, чем из-за всех остальных. Гликоген – это полисахарид. Где написано, вот полисахарид – это гликоген. Альбумин – белок плазмы крови. Это альбумин. Основные белки плазмы крови – альбумин, глобулин и фибриноген. Поговорим об этом. Да про эти белки, блин, много где говорим. Вот проходили белки, говорили про белки. Проходим гормоны, говорим про белки. Проходим пищеварительную систему, говорим про белки. Везде белки. Кто понимает, что у вас тяжело с белками, пожалуйста, откройте четвертый параграф 11 класса. Там есть табличка. Прочитайте ее несколько раз и периодически прочитывайте. Да, хорошо, Даша. Хорошего вечера. Так, тут у нас что? Утверждение верное в отношении эндокринной системы человека. Непонятно, что было отвечено, но окей, щитовиная железа расположена в верхней части грудной полости. Нет, она находится в области шеи. То есть она не находится в грудной полости, поэтому этот, если что, вопрос мы выбрасываем. Глюкокон образуется в поджелудочной железе. Да. Вазопрессин регулирует процесс образования мочи. Да. То есть у вас даже... Ну, как бы, просто сам факт, что вот вазопрессин относится к этому процессу без детализации. И уже хорошо. При недостатке йода в пище, в воде развивается бронзовая болезнь. Бронзовая болезнь – это про альдостерон, про надпочечники, про недостаточность надпочечников. А йод, он в гормонах щитовидной железы содержится, в тероксине, допустим. Поэтому никак. То есть недостаточность гормонов щитовидной железы – это не бронзовая болезнь. При повышении продукции гормонов мозгового слоя надпочечников увеличивается частота и сила сердечных сокращений. Это да. Какие гормоны мозгового слоя? Это адреналин. Если увеличить количество адреналина, увеличится частота и сила сердечных сокращений. Передняя доля непарной железы. Когда говорится передняя доля, то тут, собственно, гипофиз надо уже думать. Потому что поджелудочная железа, она имеет островки Ларгенганса, и там А, Б, Д клетки. А здесь доля. Доля – это про гипофиз. Значит, кто у нас в гипофизе? Вот эти товарищи отпадают, остается столько соматотропин. Вот. Стимуляция пластического обмена веществ. Ну, значит, можно как запоминать? Помните, у нас там был моментик, типа, соматостатин что стимулирует? Он, значит, будет стимулировать энергетический обмен. Соматостатин стимулирует энергетический обмен, а соматотропин стимулирует пластический обмен. Ну, в принципе, логично. Поставьте плюсик, если вы для себя тоже что-то вот такое дополнительно понятного. Смутил обмен веществ. Ну, давай. Если мы смотрим на глюкогон, то глюкогон какой обмен веществ стимулирует? Он же стимулирует энергетический обмен. Он же стимулирует расщепление гликогена в глюкозу. Это энергетический обмен. Так, это пояснил. Нужно еще раз пояснять этот же вопросик? Сейчас посмотрим, что именно было непонятно. Б, В, Г, Д, Г непонятно. Альбумин, белок плазмы крови, транспортный белок плазмы крови осуществляет транспорт жирных кислот. Запоминаем. Синтезируется печенью. Так, тут прикол такой, что, смотрите, написано, например, B3. Во. Видите, например, вот такой ответ нужно дать. Место синтеза гормона и гормон. А что там от вас хотят? Что за такое? Диагностика показала резкое снижение уровня глюкозы в крови. Значит, нужно выбрать поджелудочную железу и инсулин. Правильно? B1. Передняя доля – это гипофиз. В гипофизе только сама татропина из этих перечисленных. Плюсик, если понятно. Да, можно идти, идите отдыхать. Так, в плане заданий, смотрите, тут у нас чего интересного есть. Есть люди, кто не решал еще пластический энергетический обмен. Вот обмен веществ есть. Кто не решал, можно решить дополнительно. И, в принципе, смотрите сами, если будет какое-то пожелание что-то изучить, тут много у кого... Почему генетику мы будем еще проходить? Потому что, смотрите, генетика, она вообще провисает здесь много у кого. Много кто хотел бы подтянуть реально результаты по генетике. Вот мы генетику подтянем. Итоговые тесты будете по второму разделу решать, рекорды ставить. Это в субботу будет. Плюс будет запись. Не будете на занятии, посмотрите запись. Все нормально. Будете готовы что-то делать, говорить. Буду давать задания я или Ксения. Все, всем хорошего вечера. Я надеюсь, вам понравилось сегодня занятие. Позанимались очень продуктивно. Пока-пока. Пишите в личку, если возникают какие-то организационные вопросы. Поэтому... Продолжение следует... Продолжение следует...